Компания Kia пришла в Россию в 2009 году. И сегодня, спустя 11 лет, корейцы перешагнули рубеж в 2 миллиона проданных в нашей стране автомобилей. Юбилейным стал седан Kia K5, сменивший на боевом посту модель Optima. Просто машина для меня, и она вот как для девушки, это одно из самых важных, чтобы она была красивая и стильная. Вот, собственно, когда сели в нее, там все функции, все, что нужно было. Очень комфортно, много места сзади и для детей будущих. Так что, вот, все понравилось. Церемония торжественной передачи ключей покупателю состоялась в одном из дилерских центров сети Major. Именно этот салон реализовал юбилейный автомобиль. Для нас большая честь, что сегодня вручается юбилейный автомобиль Kia, а именно двухмиллионный автомобиль, проданный в России производителем Kia. Большая честь, что это происходит в нашем флагманском дилерском центре, который один из самых больших в Европе. И нам очень приятно работать с компанией Kia, как с одним из наиболее перспективных производителей в Российской Федерации. Напомним, что седан Kia K5 поступил в продажу в сентябре. На выбор предложены две модификации с двигателями объемом 2 и 2,5 литра. Коробки передач 6- и 8-ступенчатый автомат. Привод безальтернативно передний. Всего предусмотрено 7 комплектаций, самая доступная из которых оценена чуть больше, чем в полтора миллиона рублей. Для нас это значит признание нашего успеха. К5 для нас это флагма нашего пассажирского ряда. Это автомобиль, который был выпущен на рынок в этом году. Я бы сказал, что мы очень счастливы в том, что сегодня мы испытываем большой недостаток в этих автомобилях. Помимо K5, компания Kia также вывела в этом году на российский рынок новые кроссоверы Seltos и Sorento, внедорожник Mahab и обновленный седан Rio. В декабре публике также представят переживший рестайлинг Rio X, приподнятый хэтчбэк популярного семейства. Я бы сказал, что год выдался очень неоднозначный. С одной стороны, та пандемия, которая с нас в ночь случилась весной, она очень сильно поменяла все наши планы. Но результат второй половины года выдался очень удачным, ударным. Я считаю, что мы выполнили практически все цели, которые стояли перед нами. И я думаю, что мы с оптимизмом смотрим следующий год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова